Согласитесь ли вы с утверждением, что в долгосрочной перспективе евро и доллар обречены из-за злоупотребления печатным станком? В конечном итоге все бумажные валюты обречены. Они находятся под контролем властей, и правительствам нравится баловать население, печатая все больше денег и смягчая кредитную политику. Повторюсь, все валюты в долгосрочной перспективе обречены. Поэтому мы советуем нашим клиентам инвестировать в акции, стоимость которых хорошо компенсирует девальвацию. Конечно, валюты развивающихся стран будут чувствовать себя лучше, чем американский доллар или евро. Все-таки нужно помнить, что на рынке развивающихся стран льются продукции печатных прессов, расположенных в Японии, Европе, США и других странах. В последнее время объем денежной массы существенно вырос. Будут ли центральные банки и дальше печатать? Дальше увеличивать объем предложения денег? Да, им придется и дальше снабжать рынки ликвидностью. ФРС, естественно, уже очень четко дала это понять. Европейцам, конечно, хотелось бы сначала обеспечить более высокую фискальную дисциплину, но на это нет времени, и им придется печатать. В Японии, как известно, хронически опасаются дефляции, поэтому постоянно имитируют деньги. И в Китае было напечатано много в ходе ипотечного кризиса. Они хотят быть уверены, что экономика продолжит расти, и ей хватает для этого ликвидности. Думаю, и впредь центробанки будут вынуждены использовать свои станки. То есть, количественное смягчение 3 грядет? Да, только не думаю, что они используют название QE3. Этот термин, количественное смягчение многих пугает, так как ассоциируется с неконтролируемой инфляцией. Поэтому новой политике ФРС дадут другое имя, или вообще не дадут никакого. Но они определенно сделают все, чтобы в системе присутствовали большие объемы ликвидности. И Бернанке, как вы знаете, абсолютно четко заявил, он не собирается отступать ни на шаг, пока не будет точно уверен, что экономике не угрожает ни рецессия, ни депрессия. Получается, главный вопрос, когда Бернанке начнет печатать? Бернанке уже это делает. Он принимает меры, чтобы ставки снизились, чтобы система работала гладко. Нужно помнить и еще одно. В США грядут выборы. И в таких условиях политики постараются не допустить проблем в экономике. Еще по этой причине ФРС будет пристально следить за предложением ликвидности. А ЕЦБ? Что будет происходить в Европе? Я думаю, что европейцы пошли по очень смелому пути и следует поздравить их с тем, что принимаются нужные меры. В Старом Свете пытаются ужесточить фискальную дисциплину. Если им удастся выполнить планы хотя бы на 10-15%, это окажет крайне позитивное влияние на взгляды глобальных инвесторов. Восстановится уверенность, доверие к региону, и банки решатся вложить часть тех средств, которые сейчас просто висят мертвым грузом на балансе. Полагаю, нужно просто набраться терпения и ждать момента, когда это произойдет. Если резюмировать, получается, что все центробанки будут и дальше печатать. Вы уже посоветовали в связи с этим обратить внимание на валюты развивающихся стран. Но как же золото? Оно ведь тоже должно быть привлекательно. О да, золото все больше похоже на полноценную валюту. Как вы знаете, несколько лет назад центробанки продавали свое золото. Теперь они его покупают, осознавая, какой важной частью портфеля является этот металл. Монетарные власти предъявляют спрос. Население также покупает золото. В него верят в Индии и Китае, а население каждой из этих стран превышает миллиард человек. И китайцы, и индийцы хорошо знакомы с тем, что такое девальвация валюты. Поэтому они приобретают все большие объемы драгметаллов. Так что, думаю, спрос на золото останется на очень высоком уровне. И тогда главный вопрос любого инвестора. Каковы ваши прогнозы по ценам на золото? Невозможно ответить. Я даже не хочу пытаться угадать. Но позвольте мне сказать, тренд определенно восходящий. Невооруженным глазом видно, что линия идет вверх. Конечно, будет много колебаний. Но в конечном итоге, в долларовом выражении, предел – небеса. Потому что чем больше долларов напечатано, тем ценнее становится золото. К сожалению, время, отведенное для нашей беседы, подошло к концу. Благодарю вас за рекомендации. Пойду покупать рубль и золото.